День добрый, на связи МК Баски! Сегодня я хотел бы вам рассказать о новой стратегии от парадоксов под названием Imperator Rome. Только сегодня я узнал эту информацию, если быть точнее, только вчера буквально, потому что сегодня началось совсем недавно, видите в какое время я записываю это. Появилась информация, вообще узнал довольно случайно, зашел в стиме в распродажи, там распродажа парадоксов, и там была в играх Коминг Суну в разделе как раз-таки вот эта вот самая стратегия, довольно интересная и интригующая. Я не думаю, что я в принципе первый, кто снимает это, и не думаю, что первый, кто рассказывает, потому что парадоксы, я более чем убежден, рассылают по другим, каким-нибудь популярным там обзорщикам, ютуберам, с которыми у них есть контакты, те про них рассказывают, про них узнают другие. Ну вот я узнал об этом еще и стима, но не было возможности записать раньше, поэтому записываю сейчас специально ночью, потому что действительно важное событие, я считаю, важно поделиться своим собственным взглядом на все это, проанализировать все это, ну и рассказать вам, понятное дело. Так что давайте вначале посмотрим, что тут у нас есть в стиме, какая вот публичная официальная информация о самих разработчиков, посмотрим все это описание, прочитаем, покажу вам трейлер, покажу вам все скриншоты, и потом уже на основании скриншотов поделюсь своими мыслями, проанализируем в чем особенности этой игры, на что она будет похожа, будет ли это что-то новое такое, уникальное, или же это что-то давно избитое старое, так сказать. Ну а давайте посмотрим, все по порядку. Империатор Ром новейшая масштабная стратегия от Paradox Development Stadio. Александр Македонский, Ганнибал, Цезарь, эти великие деятели, десятки им подобных, вершили судьбы целого континента. Могущные цари, гениальные военно-начальники и самопрозлашенные боги оставили свой след в истории древнего Средиземноморья. Расположенные там государства были тесно связаны между собой, и при этом часто сражались друг с другом в ожесточенных войнах, а их культурное и политическое наследие стало основой того, что сегодня принято называть западной цивилизацией. Но все могло сложиться совершенно иначе. Удастся ли вам изменить ход истории в игре Imperator Rom? Imperator Rom новейшая масштабная стратегия от Paradox Development Stadio. Игра охватывает несколько неспокойных веков, начиная с раздела империи Александра Македонского на востоке и заканчивая основанием Римской империи. Предлагает вам испытать все радости и тяготы становления новой империи, классическую эпоху. Управляйте гражданами, остерегайтесь предателей и гражданами. Особенности Imperator Rom. Управляйте управлением персонажами. Живой мир игры полон персонажей, обладающих различными навыками и чертами, которые меняются с течением времени. Они возглавляют вашу страну, управляют провинциями, командуют вашей армией и флотом, и при этом наделены новой, более реалистичной внешностью. Разнообразие жителей. Горожане, свободные граждане, дикари и рабы. У каждой из этих групп своя культура и религия. Чем бы они ни занимались, сражались в вашей армии, пополняли вашу казну или населяли ваши колонии, следите за их настроением, ведь от него зависит ваш успех. Боевая тактика. Чтобы сорвать коварные планы противника, тщательно планируйте свои действия еще до начала сражения. Военная традиция. Каждая нация воюет по-своему. У римлян и кельтов различные боевые возможности, уникальные преимущества, способности и боевые единицы. Разнообразные формы правления. Управляйте сенатом при республике, единолично удерживайте власть при монархии, или отвечайте перед советом кланов при племенном строе. Варвары и восстание. Качевище варвары угрожают разорить или занять ваши лучшие земли, а вероломные губернаторы и генералы могут поднять мятеж и переманить на свою сторону армию. Торговля. Товары служат процветанию вашей провинции. Будете ли вы накапливать ресурсы в надежде упрощенную местную экономику, или обменяете излишки, чтобы поделиться богатством с соседями? Улучшение жизни в провинции. Вкладывайте средства в строительство зданий, дорог и оборонительных сооружений, чтобы ваше государство крепло и процветало. Вот такая вот у нас с вами интригующая, довольно неплохая аннотация, введение, можно сказать, в саму игру, которая рассказана на странице с продажей в стиме. Сама игра, понятное дело, еще не продается, я думаю, что она в разработке, уже где-то, может быть, на поздних стадиях. Осталось некоторое время, и уже пора ее анонсировать, собственно говоря. Но давайте теперь с вами, что тут у нас еще можно сказать? Что русский язык поддерживается, даже аннотацию сделали на русском. Это очень хорошо на самом деле, потому что некоторые игры от парадоксов официально на русский не переведены. Будь то та самая Европа, Европа и Минсалис 4, за что огромное спасибо переводчикам, которые над этим работают. Вот, и, например, та же вот Виктория, не была переведена, которая у нас на канале широко представлена. Ну, Европа у нас тоже, собственно говоря, широко представлена. Это для тех, если вы кто впервые у нас на канале. Так вот, давайте теперь посмотрим трейлер, я ему покажу, а потом перейдем с хрисшотом, и будем анализировать, собственно, что здесь интересного есть. Пегги, 16. Пегги, 16. Пегги, 16. Пегги, 16. Вот такой вот довольно эпичный, брутальный, можно сказать, довольно сильный трейлер здесь предоставлен. Игровой функционал не показан, никаких вот особенностей нет, просто создание, я бы сказал, атмосферы, погружение нас именно в эпоху такого античного Рима, когда, собственно говоря, всё начиналось в мире как таковом, как становление самой мощной и сильной цивилизации, которая когда-то тут существовала у нас с вами. Ну, ладно, давайте посмотрим по скриншотам и будем делать выводы. Вообще, что мы видим? Про саму игру я бы сказал, что это не такая, ну, вообще, тема Рима довольно избита в разработках. Мало таких вот игр, я бы сказал, что монополию, несколько игр на эту сферу получили, остальные не спешат туда входить. Но, тем не менее, стоит заметить, что эта игрушка, она взята, я бы сказал, от четырёх игр, заинствуемых некоторыми элементами, на мой взгляд. А именно, она взяла, опять же, первое, что она взяла, это она взяла от игры, которая существовала ранее, не знаю, знаете вы или нет, но есть даже такая поговорка, всё новое, это хорошо забыто, есть Европа-Универсалис серии игр, Европа-Универсалис, вот, давайте даже забьём в Стиме, но я сейчас говорю про третью Европа-Универсалис, там было, как особое ответвление, после выхода Европа-Универсалис 3, было ответвление Европа-Универсалис Ром, Gold Edition, ну, тут есть, Продается сейчас, кстати, со скидкой за 49 рублей всего Это на базе третьей игры Вот как раз вот игра, которая повествует нам О бантичном Риме, обо всех событиях Которые тогда происходили Безусловно, даже если мы посмотрим интерфейсы Похожие кнопки, карта Она во многом очень сильно похожа на нее Я бы даже сказал, что вот это Европа Универсалис Ром 2 Можно по-другому назвать Просто разработчики решили ее назвать Император Ром В таких вот чисто, на мой взгляд, маркетинговых соображениях В принципе, ход довольно удачный, хочу заметить Это не как какая-то критика Потому что Если делать ее отдельно от Европы Четвертый Универсалис, то это может быть такая вот Некоторая привязка, и люди, которым, допустим, не нравится Европа Универсалис, ну хотя таких Мало найти можно, но тем не менее Мало ли что То можно вот так вот даже перестраховаться И сказать, что это полностью Не ответвленная часть Независимая от чего лишь Так что, безусловно, от этой игры она заимствует Вторая игра, я бы сказал, что это Rome Total War Я не буду ее показывать Она довольно популярна Я думаю, комментировать ее тоже не стоит Потому что как раз она тоже О Риме даже интерфейс Если мы присмотримся Сама стилистика, прорисовка Она очень сильно похожа в обновленном виде Как будто здесь эта игра предстала перед нами Конечно, с точки зрения механики и прочего Это совершенно, может быть, и другая игра Но они очень похожи, безусловно Третья игра Европа Универсалис 4 классическая Потому что тоже у нас карта Тоже управляем Даже видим Некоторые параметры вроде стабильности Здесь присутствуют Тоже ход времени очень похожий Классический для игр от Продокса В конце концов, карта Европы Если посмотрим, она Приблизительно даже Так вот и выглядит Может быть, они даже текстурки взяли Просто чуть-чуть перерисовали линии Где это надо было сделать Поскольку тут требуется Большая детализация Поскольку маленькие государства Существовали на этих территориях И, например, здесь можно разместиться Много территорий В то время как в игре Там это несколько провинций В Европе я имею ввиду И четвертая Это не совсем игра Но, тем не менее Я считаю, это стоит обязательно упомянуть Это Империум Универсалис Есть такой мод Это мод на Европу Универсалис 4 Вот я сейчас вам скриншоты С этой игры показываю Что мы видим Что даже очень похоже Мод просто очень качественный Проработанный Один из лучших модов на эту игру И что здесь тоже Все очень похоже Те же места Те же карты Те же, можно сказать Концепции В видоизмененном формате Так что Есть некоторое мнение Что парадоксы воруют Идеи у Своего комьюнити Я этого не говорил И не говорю Просто озвучиваю Что уходит Так что Можно сказать Что в каком-то степени Империум Универсалис Особенно его популярность Среди комьюнити Я думаю Не прошла Без следа Для разработчиков Этой игры Безусловно Так что Вот И это не какая-то Новая игрушка Но в новом исполнении Это безусловно интересно И надо бы это посмотреть Ну давайте Начнем анализировать По скриншотам Что собственно говоря Мы видим Экран управления империей Войска И флоты Даже Они выглядят точно так же Как юниты В Европе Четвертый Ну в обновленном графике Даже интерфейс Такие На зеленом фоне написано Сколько Большие Сами юниты Стоящие на земле Которых надо передвигать Видим много параметров Но очевидно Что это золото Это у нас Скорее всего Либо рекруты По аналогии С Европой Либо в более расширенном Представлении Я могу предположить Что это Граждане доступны Для каких-то работ Мы их можем Нанимать там В армию Можем Ими там Допустим Использовать Про строительство Или каких-то Прочих Проектах Это я более чем Убежден Стабильность Небезосвестный Параметр Из Европы Юнерсалис 4 Если кто не играл Не знает Чем выше стабильность В этой игре Тем вам проще Осуществлять политику Чем ниже стабильность Тем выше вероятность Там всяких восстаний Мятежей И прочего Вот я думаю Что это тот самый параметр Потому что аналогично Параметр был в Европу Юнерсалис 3 ром Тот самый Про который он еще В начале сказал Ну дальше я вижу Что тут Как я понимаю Деньги Сжатые в руках Или власть Я могу предположить Я не утверждаю Тут не совсем понятно Надо увеличивать То ли это венок Знаете лавры такие Которые берут Либо это похоже Как будто деньги Кто-то бакс сжимает Но баксы в те времена Вряд ли были Скорее всего я могу предположить Что это какой-то Либо уровень коррупции Либо уровень беспорядков Наверное скорее Недовольство властью Что-нибудь типа такого Ну дальше это военные очки Которые я так понимаю Могут для чего-то Использоваться властные очки Это скорее всего У нас какие-нибудь Законодательные А это религиозные Безусловно Потому что солнце Это еще из прошлой части У них представлено Ну стандартные даты Видим что 450 год 450 год я так полагаю До нашей эры Имеется ввиду Время будет идти Как бы по годам В обратную сторону Здесь Ну а здесь какие-то Пиктограммы Взаимодействия Там как у нас В той же Европе Там F1 F2 F3 F4 И так далее Карта Завольно примечательна Обратите внимание Карта довольно большая Игровая Что начиная от Марокко Самая тут у нас Западная точка Это Марокко Насколько я вижу Заканчивая Даже землями Не то что Индии Вот она Индия у нас Сейлон Все дела Даже земли Китая Сюда попадают Инда Китая Точнее не совсем правильно Не Китай Инда Китая От юга От юга у нас Чуть ли не От берегов Сомали Вплоть до севера До Швеции Ну не все Ну современные территории Я имею ввиду Эстония Тут вот даже Можно увидеть Россия Может Ну земли Россия По карте Конечно Раньше не было Я просто говорю Географически Чтобы вам проще Было ориентироваться Знаете какие там Ну может быть Вы знаете Но может Вы не знаете Какие там племена Когда-то там проживали А так будет Более информативно Видим что Карта игры Довольно большая И это очень радует Потому что В тот же например Ром Тотал Вор Он ограничен Как-то вот так Вот приблизительно Вот Европа Где-то до сюда Там доходится Все дальше Вот не идет Еще интересно Вот эти земли Тут наверное Скорее всего Пустыни будут Непроходимые Хотя Ну сейчас об этом Теме мы тоже С вами поговорим Есть некоторые соображения Ну карта Очевидно что это Какая-нибудь географическая Это у нас Упрощенная Может быть географическая Я предполагаю Потому что тоже Как бы география Но в едином свете Это скорее всего Государственная Политическая карта Я могу предположить Это карта культур Это карта религий Это карта Скорее всего Товаров Тут я не пойму Что это могло бы быть Предположить Тут какие-нибудь Оборонительные Сооружители В общем Различные виды карт Есть И это не нош Что для игр От парадоксов Дальше Вот Соответственно говоря Карта политическая Так предполагаю В политическом режиме Сейчас она включена До этого Была географический Режим Что мы тут видим Во-первых Есть Тера Инкогнито Неизвестная земля Я так полагаю Что от Испании Ну и Берия Правильно И тех времен Говорить Она тут Не пустая Что там нет государства Просто она Не открыта Я могу предположить Тут земли не открыты Тут Скорее всего Даже наверное Не открыты земли Но это не точно Есть Я так полагаю Ограничение карты Вот эта вот Земля Это не Открытая карта Это скорее всего Ограничение карты Потому что Вот здесь вот Белая Видите У нее такой более Яркий цвет Что она открытая То есть Ну в смысле Что она существует Ее можно открыть И следовать А здесь более такой темный Это скорее всего Дальше уже как бы нельзя Ну в новый свет Направиться Нет Ну конечно было бы интересно Пофантазировать Я бы даже с удовольствием В такую бы игру поиграл Где можно бы за Рим отправиться Еще и в новый свет Там замутить Новый Рим Какой-нибудь Ну почему бы и нет Как говорится Но всякие Как говорится мысли На этот счет есть Ну а тут у нас государство Как мы видим Название именно Вот Классические Римские Мара Иберикум Там Мара Теренум Мара Дриатикум Надеюсь я правильно говорю Могу ошибаться Именно произношение Не изучал Этого языка Вот здесь вот Довольно интересно Вот это сложно Заметьте Обратите внимание Тут вот есть Такая вот Клякса Неужели даже Тут есть государство За которого Можно будет играть Потому что Похоже по цвету Как государство Но просто Маленькое название Здесь написано Либо оно написано Южнее Еще просто Карта ниже Не опущена Видим что здесь Карта еще может Опускаться У меня тут два Предположения на этот счет Что либо Первый вариант Это как я сказал Государство Но просто против Этой версии Есть что-то Мы видим Тут мелкие государства Тут надписи есть Но другой Аргумент Что это Непроходимая земля То есть Видимо здесь Что типа туда уже нельзя Но тогда возникает Справедливый вопрос Значит вот сюда Вот можно Все вот это Не пустыни Которую нельзя заселить Вопрос довольно Дискуссионный Тут уже Мы в описании Помните Читали что Даже есть Будет колонизация Это очень хорошо Потому что Рим действительно Создавал в те времена Колонии Там игрец В общем колонизация Тогда была Как говорится В моде И правильно Потому что земли Тогда особо заселены Не было Неужели у нас будет Возможность Вот прям до сюда Все заселить Предположение Не исключено Иберию Скорее всего тоже Внутрь как раз Зайти У нас Что там у нас Это у нас Сицилия Сардиния Значит Внутрь Сардинии Зайти Ну почему бы и нет Тут Сицилия Корсика Сардиния Да Вот это я имел ввиду Сицилия Вот он у нас с вами Там Агафокл Сицилийский был Кстати говоря Здесь мы его встретим В игре или нет Это один уже История Как говорится Это пока предположение Но скорее всего Вот если брать Мод Империум Универсалис Там как раз Вот здесь вот государств Не было Тут было Диопроинвенция Кстати видим Тут разделены полосками Они скорее всего Это Диопроинвенция Которые можно будет Колонизировать Тут скорее всего Не исследовано Поэтому сказать Ничего нельзя На карте Оно не показано И тут вот тоже интересно Что вот эти земли Тоже можно их будет Колонизировать Но это будет вообще круто Как говорится Посмотрим Информации нет Мы можем лишь только Строить какие-то предположения Анализировать Заниматься Игровой аналитикой Чем мы всегда С вами занимаемся Успешно довольно Тут у нас уже Карта Я так полагаю Географическая Но А может даже Политическая Просто приближенная Видим туман войны Небезызвестный Может быть эти земли Не исследованы Но они точно Для нас не видны Видим наши Юниты Других стран Выделение Определенных провинций Тут провинции Будут таким вот Маленькими Как вы понимаете Потому что В те времена Достаточно Было иметь Маленькую землю Потому что Население было Довольно мелким Для того чтобы быть успешным Ну поэтому Скриншоты Пожалуй Тут больше ничего Нового Такого Что я бы не озвучил Были добавить И нечего Дальше идем Здесь вот интересно Походу у нас Здесь экран провинции Я могу предположить Ну да Написано провинция Неаполис Тут у нас Информация Так полагаю По ресурсам Кто этой местности Управляет Какие тут ресурсы Представлены Плюс один дерево Могу предположить Что плюс один дерево Значит тут одно дерево Добывается Да вот видим Тут у нас дерево Тип местности Скорее всего Тут сколько построек Лимит построек Есть Это еще С Европы Пронеслить 4 Можно взять Чем выше уровень Развития Правинства Тем больше построек Мы можем строить Тут возможность строить Какие у нас типы Жители есть Это уже кстати Цивилизация 4 Мне вспоминается Что мы там назначаем Жители Там великий инженер Там великий этот Может у вас появиться В зависимости от того Как вы назначили Ну и различные параметры По управлению страной Армия Гарнизон Сколько денег она приносит Вероятность восстания Возможно население Тут уровень законодательный Возможно Культура Лимит Религия У нас Ну здесь Иллиническая Религия Тут наверное Название других провинций Как я могу предположить Ему можно для удобства Переключаться между ними Либо какие-то торговые связи С этой провинцией Установленные Поэтому Скриншоты Я могу предположить Следующее Ну и пятое Что тут у нас Экран боев Блин Типичный экран боев Не сразу вспоминается От игры от парадокса Сразу узнаешь Что две армии С мечами сражаются Наша Их армия показана Тут юниты Кстати говоря Обратите внимание Что карфиниум Из кахорту Да Возможно Тут будет как система Как виктория реализована То есть прямая привязка К населению Что отряд лучников Из определенного города Его надо будет пополнять Постоянно Возможно Это просто типичные Так сказать У нас тут Подразделения Которые мы сможем Использовать В сражении Видим тут лучники Есть Конец Обычная Пехота С пиками Там и прочее Прочее То есть типичная армия Нетипичное сражение Вот Рим тут довольно успешно Мутузит Ну я не знаю Может быть это Какие-то повстанцы Здесь восстали Либо какие-нибудь Враги Потому что непонятный флаг Да и население Что-то с нами Как будто подавляет Восстание в городе Похоже на то Ну вот в принципе Все Больше не какую-то Официальную информацию У нас для анализа нету Если брать Официальный источник игры Можно конечно Строить догадки Там предполагать А вот там будет то А вот там будет все А вот нет Там будет это Знаете Я не такой человек Чтобы заниматься Такими этими Я всегда выступал За какой-то объективный Такой взвешенный подход И собственно говоря Я вам сейчас и предоставил Что вот есть информация Я эту информацию изучил Проанализировал Мое так сказать Мой прогноз Мое предположение Что вот то-то есть то-то Я вам сказал Так что Как мы видим Огрушка в любом случае Интересная Я считаю К ознакомлению Просто обязательная И когда она выйдет У нас на канале Обязательно будет Полное прохождение Ну полное прохождение Прохождение за разные фракции За разные страны В этой игре За Рим безусловно За другие Там интересно поиграться Ну и так же у нас Будет разбор механики Если вот вы впервые У нас на канале Могу вас обрадовать То что у нас полно Разборов механики От игры от парадоксов Европа Виктория 2 Полностью разобрана Полностью разобрана Херцов Айрон 4 В разборе находится Европа Универсалис 4 Постепенно Разбираются другие игры Типа грузодеров У нас тоже по римску разбору Плюс у нас есть прохождение Сейчас например Тоже Европа Универсалис Прохождение за Византию Происходит С попыткой возрождения Рима И прочее прочее Поэтому Если вы попали впервые На это видео Открыли его На нашем интернете Пожалуйста не стесняйтесь Присоединяйтесь Подписывайтесь На наш консервативный канал Мы всегда рады Видеть новых зрителей Приходите Смотрите видишки Участвуйте Надеюсь вам будет у нас интересно Ну собственно говоря То что я хотел сделать Рассказать вам Донести мысль этим обзором Я сделал На этом мое дело сделано Остается только запасаться Попкорном и ждать Как говорится Ну что мои дорогие друзья На связи был МК Баски И мы заканчиваем Всем спасибо за внимание Увидимся в следующих видео На нашем с вами Старом добром Консервативном канале Всем пока Продолжение следует